Всем привет! Я Вика Виноградова, и сегодня у нас речь пойдет о хорошем, настоящем чае. И сразу к вам вопрос. Как думаете, вы пробовали настоящий чай? Запомните этот ответ, а в конце ролика свертись и посмотрите, не изменится ли он. Я вот, например, сама редкостный любитель чая. Вот есть кофеманы, я прям чайман. У меня всегда на полочке были такие разные виды рассыпного чая для заваривания. Там мята, ягодки сушеные, куча еще чаев в пакетиках на случай, когда лень заваривать. Ну, тут я в июне съездила в Казань. Это просто была отдельная песня. В одном из кафе нам подавали большой такой чайник, полуторалитровый, с татарским ароматным чаем. Это черный чай с душицей, с мелисой, с какими-то еще пряными травами. К нему отдельно подавалось молоко, и на тарелочке лежали сухофрукты, орешки, чак-чак. И ты сидишь, вот пьешь этот ароматнейший, вкуснейший чай с молоком, заедаешь чак-чаком. Вокруг красивейшая Казань. Просто восторг неописуемый. Меня настолько вштырило, грубо говоря, что я после этого накупила еще больше чаев, еще больше всяких разных добавок к нему. В итоге пришлось сделать целую прям перестановку на кухне, потому что на полочку это уже не помещалось. В итоге у меня теперь отдельно есть уже баночки с различными травами, с мелисой, мятой, лемонграсом. Есть отдельно сухофрукты, есть отдельно сушеные ягоды, вот клюква, шиповник и тому подобное. Множество разнообразных специй для каких-то более интересных чаев, типа чая масала. Кстати, если вдруг что, рецепт этого чая у меня есть на канале. Ну и как это обычно бывает, когда начинаешь погружаться в какую-то тему вселенной, она просто сама тебе подкидывает события, которые помогают еще больше в эту тему погрузиться. Так и здесь. Как только я вернулась из Казани, мне написала компания мойчай.ру. Они занимаются продажей китайских чаев, ну и предложили такой бартер. Они мне присылают два классных набора. Знакомство с чаем Улум и знакомство с Пуэром. А в ответ я снимаю ролик о китайских чаях и упоминаю эту фирму. А я же человек ответственный, я не могу просто взять в интернете статью, пересказать ее вам и дело сделано. Я начала прям методично, добросовестно сидеть, изучать китайские чаи. И вот чем больше я читала о них информации, тем больше я, честно говоря, обалдевала. Потому что я, похоже, как раз таки ни разу не пила настоящий чай. Впрочем, как и большинство россиян. Просто то, что продается у нас в магазине, даже под видом супер качественного крутого чая, как правило, к настоящему чаю отношения не имеет. И вот пока я все это изучала, мне пришла в голову идея. Снять видео для тех, кто тоже хотел бы приобщиться к китайскому настоящему чаю. Но не знаю, с чего начать. Ну, просто правда. В интернете информации тьма. У меня мозг то и дело взрывался от обилия каких-то незнакомых названий, терминов, сортов чая. Вам я постараюсь мозг не взрывать. Дам только самое основное. Ну, так сказать, чтобы было от чего отталкиваться. То, что пригодится на первых порах, когда ты изучаешь китайский чай. Ну, наверное, первый вопрос, который приходит на ум. Чем вообще китайский чай отличается от того, который мы привыкли пить? Ну, вообще, зачем нужно заказывать какой-то китайский чай на каких-то интернет-магазинах? Тогда, пожалуйста, в обычном магазине, в супермаркете можно взять вполне себе хороший чай. Туда, если еще добавить, например, листочки мяты, смородину, какие-нибудь ягодки шиповника. А если еще в прикуску с домашним вареньем или медом. Ну, это красота, вы согласитесь. И вот как раз самым первым открытием стало то, что настоящий чай, он мне нуждается ни в сахаре, ни в меде, ни в конфетках-печеньках. И мне запивают тортики. Настоящий чай, он вкусный сам по себе. А вот как раз некачественный чай, он нуждается в подсластителях, потому что он горчит, ну, он так себе. И именно отсюда и повелось, что к чаю надо что-нибудь сладенькое. А вот у хорошего чая нет горечи. Более того, у него всегда несколько оттенков аромата и вкуса. И эти оттенки, они будут раскрываться от одного заваривания к другому. В этом, кстати, еще одно отличие от привычного нам чая. Вот как думаете, сколько обычно завариваний выдерживает чай супермаркета? Ну, если это какие-то сорта подороже, где-то 2-3 заварки выдержит, правильно? Потом уже будет, ну, все, это уже будет просто вода. Если дешевый чай, одна заварка, после нее все, уже ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ничего. А как думаете, сколько завариваний выдерживают китайские чаи? Есть варианты? Ребята, минимум 5. Подчеркиваю, минимум 5. А некоторые дорогие чаи, они выдерживают аж до 20 завариваний. Представляете? То есть 20 раз вы его завариваете, 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 а он все равно остается вкусный и ароматный. И вы все равно сидите, пьете чай и наслаждаетесь им. Как вам такое? Когда ты начинаешь изучать весь этот китайский чай, мозг, честно, он то и дело хочет так помахать тебе ручкой и отчалить куда подальше. Потому что название вот этого всего тьма, тьмущая. Вот так вот, я в домике и все, и пожалуйста, не трогайте. В Китае сотни сортов чая. Их всех делят по ферментации. Ферментация – это такой процесс окисления, который происходит с чаем во время обработки его. Есть слабо ферментированный чай, совсем не ферментированный, есть сильно ферментированный. Вот чтобы со всей этой ферментацией не путаться, придумана классификация. Я вам сейчас скажу самые такие основные популярные группы чаев. Это зеленый чай, белый, желтый, красный, улун и пуэр. И давайте я сейчас кратко расскажу про каждый сорт, чем они друг от друга отличаются, какой у них вкус, аромат. Просто чтобы у вас было хотя бы примерное представление о сортах, и вы уже для себя хотя бы понимали, с какого сорта вам бы хотелось начать, что вам будет интереснее всего попробовать. Зеленый чай. Самый известный, самый популярный в Китае. Сортов зеленого чая огромное количество. Зеленый чай делают из чайных листов, которые сушат сразу после сбора. Вкус у него легкий, навевающий ассоциации с весной, зеленью, свежестью. Он самый популярный у поклонников здорового образа жизни. Зеленый чай освежает, тонизирует и содержит много кофеина. Белый чай. Это, по сути, тот же зеленый, только более ферментированный. Листья такого чая собирают, сушат и, по сути, чай готов. Цвет напитка с желтоватым или зеленоватым оттенком. Он хорош для летней жары и активного образа жизни. А еще зимой для бани. Белый чай очень освежающий, легкий. По вкусу он мягкий, такой нежный, с травянистыми, цветочными, дымными нотками и тонким медово-цветочным ароматом. Желтый чай. Это одна из редких разновидностей китайского чая. Для него используют молодые чайные почки. После сбора их вялят на солнце, пропаривают и просушивают. В итоге напиток получается янтарно-желтого оттенка. Он изысканный, с дымными нотками и привкусом парного молока. Красный чай. Вот этот чай как раз самый известный в России и в Европе. Только не надо путать его с крокодем. Это обычный черный чай. Просто в Китае его называют красным. Его делают из листьев и не распустившийся почек, давая им окислиться. Ну, то есть ферментироваться в течение 2-4 недель. Он очень хорош для холодной, такой сырой погоды, когда хочется уюта. Вкус у красного чая насыщенный, терпкий, без горечи, со сладковатыми оттенками. Аромат бальзамический, смолистый. Улун. Это довольно большая группа, в которую входят различные сорта чая. Есть и слабо ферментированные, схожие с зеленым чаем. Есть и сильно ферментированные. У него крепкий такой глубокий вкус, который раскрывается постепенно. Поэтому его любят пить медленно, смакуя каждый глоток. И он хорош для таких вдумчивых, размеренных чаепитий в одиночестве или с друзьями. Тогда можно посидеть и пообщаться. Ну и наверняка многие пробовали или хотя бы слышали про молочный улун. Это такой чай с ароматом молока, сливок или карамели. Я сама его пила неоднократно, мне безумно нравится. И вообще, когда у меня был выбор, какой улун пить, я выбирала молочный. Потому что вкусненько. И таки знаете, что выяснилось, господа товарищи? Что оказывается, среди ценителей настоящего чая молочный улун вообще не котируется. Потому что его, как правило, делают из неликвида. Ой, там с этим молочным улуном вообще целая история связана. На Тайване селекционерами, они экспериментировали с сортами чая. И у них абсолютно случайно получилось вывести сорт, который был с таким тонким-тонким, едва уловимым ароматом молока. Европейские покупатели попробовали этот сорт, им понравился. Особенно британцам, которые у них прям традиция, чай с молоком. Они такие, ребят, вот все хорошо, но давайте усилим аромат. Селекционеры, честно, они бились над этой задачей как могли. Они пробовали, 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 не получать. Ну вот, ну никак. А спрос то есть, а покупатели это ждут и требуют. Давайте на нормальный молочный улун. Ну, что придумали селекционеры? Они просто взяли и добавили в чай ароматизатор молока. Молочный улун очень быстро стал популярным. На него появился такой уже массовый спрос. Естественно, для массового потребления делать его из качественного сырья стало невыгодно. Ну и тогда придумали просто брать старый чай, который дома уже лежит. Там годика три он залежавшийся. Там уже ни вкуса, ни запаха, ничего. Ну, грубо говоря, сено сеном. Туда побольше ароматизатора этого молочного и вперед. Сами китайцы такой молочный улун вообще не пьют. Они его делают только на экспорт. Ну, и еще в туристических районах продают туристам. Причем обычно туристам они рассказывают красивую такую легенду, что якобы кусты чая, их поливают молоком. И вот поэтому, когда чай вырастает, созревает, он приобретает такой молочный оттенок и вкус. Ну, по факту, как я еще раз сказала, это просто сено и куча ароматизаторов. Все. Естественно, есть исключения. Например, вот как раз компания Мой Чай, которая подвигла меня на запись этого ролика, они тоже продают молочный улун. Но они его делают сами. Они берут качественный, хороший чай. Они берут японские натуральные ароматизаторы. Ну, и как бы, пожалуйста. И вот как раз продают его таким вот любителям молочного улуна, как я. Пуэр. Тоже один из популярных видов китайского чая. И он довольно хорошо приживается в России. Ну, по крайней мере, многие знают о пуэре, пробовали или хотя бы слышали о нем. Про него, кстати, часто говорят, что он пахнет землей. И обычно у нас знают темный, такой крепкий пуэр. На самом деле, есть три наиболее распространенных вида пуэра. Это шу пуэр, который как раз похож на черный чай, только более терпкий, со специфическим ароматом. Есть шен пуэр. Он молодой и больше похож на зеленый чай. И есть байхао пуэр. Это белый пуэр. Его делают из почек, чайных деревьев и кустов. Для пуэра характерны ореховые и древесные ноты. Он очень хорошо бодрит. Пуэр продается как в рассыпном виде, так и в спрессованном. В форме лепешек, маленьких таблеток или таких вот кирпичей. Ну, и еще, наверное, отдельно можно выделить связанный чай. Наверняка многие его видели, хотя бы по телевизору. Это как раз тот чай, который заваривают в стеклянном чайничке. И по мере заваривания он раскрывается, превращаясь в цветок. К вкусному, хорошему чаю он не имеет никакого отношения. Потому что для того, чтобы его сделать, обычно берут длинные неликвидные побеги. Их подвязывают какими-то цветочками, скручивают в шарик, высушивают, чтобы этот комочек хоть какой-то вкус имел. Ароматизаторы добавляют. То есть, о каком-то хорошем сырье речи не идет. Это у нас считается, что ой, круто, такой необычный чай. В Китае его просто заваривают для красоты. Это такой, знаете, арт-объект. Не более того. Вот такая вот краткая классификация чая. И если вам хочется узнать о ней более подробно, я в описании под видео оставлю ссылку на ролик владельца компании «Мой чай» Сергея. Сергей, у него тоже есть свой YouTube-канал. Он просто уже многие годы занимается чаем, снимает об этом ролики. Он постоянно ездит в Китай, он снимает видео с плантаций. Он общается с производителями, пробует чай. И у него есть очень классное видео с классификациями чая, в котором он не просто рассказывает, а он еще как раз дает ссылки на другие свои ролики, где более подробно рассказано о каждом из сортов. Да и вообще советую посетить канал Сергея. Причем, честно, он не просил вообще это как-то рассказывать, пиарить, рекламировать. Просто я сама пока изучала информацию о чае, я очень много роликов смотрела с его канала. Это просто кладезь. Там и мифы о чае, и как его выбирать правильно, какая посуда нужна, как это заваривать, всякие тонкости, нюансы. То есть, грубо говоря, канал Сергея, это вот прям, знаете, на вырост. Если вы решите изучать эту как раз тему с китайским чаем более подробно, на канале Сергея там будет, постоянно у вас будет просто масса все новых-новых-новых знаний о чае. Помимо богатого вкуса и аромата, китайский чай еще очень полезен для здоровья. То есть, его пьют не только для наслаждения. В Китае вообще чай считается древнейшим лекарством. Например, в зеленом чае полно антиоксидантов, которые положительно влияют на состояние кожи, волос. Кроме того, зеленый чай способствует улучшению метаболизма. Поэтому его обожают те, кто стремится похудеть или просто ведет здоровый образ жизни. А еще он очень хорошо насыщает организм витаминами. Красные чаи и пуэр из-за того, что они сильно ферментированы, они очень положительно влияют на работу желудка, пищеварения. И к тому же отлично бодрят. Особенно пуэр. Его часто пьют по утрам вместо кофе. При этом, в отличие от кофе, чай более мягко воздействует на сердечную мышцу. Белый чай вообще считается лидером по количеству целебных свойств. Он содержит витамины А, В, С, минеральные вещества, аминокислоты. И в целом, любой качественный настоящий чай, он дает огромное количество сил, энергии, трудоспособности. Он очень положительно влияет на нервную систему, помогает лучше усваивать жирную пищу, оказывает противомикробные, противовоспалительные свойства и дает просто колоссальнейшее здоровье всему организму. Вот чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать немножечко издалека. В самой чайной культуре ей больше трех тысяч лет. И изначально чай рос в Китае. Его покупали европейцы, вот те же англичане. Как бы, ну, вроде все хорошо покупают, но китайцы продавали свой чай только за серебро. В какой-то момент англичане такие сидели, смотрели на это и думают, а почему мы, собственно, у китайцев покупаем чай? Ребят, у нас есть свои колонии, у нас есть та же Индия. Чайная большая страна, теплый климат. Почему бы нам самим не выращивать чай? В итоге, всеми правдами-неправдами, вывезли из Китая саженцы, семена, черенки, посадили в Индии. Вроде бы все хорошо, чай прижился. Но англичане не учли одной маленькой вещи. На качество чая влияет не только благоприятный климат. Чай – это вообще целая экосистема. Это и влажность воздуха, и температура, и дожди, и туманы, и перепады высот, если это высокогорный чай. То есть вот эта вся совокупность, она как раз и формирует хороший вкус и аромат чая. Ну вот в итоге так и повелось, что качественный чай высокой категории, он, как правило, растет в Китае, на Тайване и в Японии. А всякие там индийские, турецкие, иранские, там из других стран, его выращивают обычно для массового рынка. Обычно недорогой чай, он, как правило, такой прямолинейный. У него есть какой-то ярко выраженный один аромат, вкус и все. Качественный, хороший чай, он многокровный. У него разные оттенки именно вкуса, аромата. И чтобы вот это почувствовать, нужно чай поднести практически к самому носу и вдохнуть. И вот тогда почувствуются вот именно оттенки этого аромата. Если аромат от чая идет прямо аж за версту, его слышно, это как раз явный признак некачественного чая, что, скорее всего, он ароматизирован. Хороший чай, он не издает сильного запаха. У него все запахи очень тонкие, деликатные и вкусные. Еще, кстати, способ определить, это попробовать сжать чайный лист. Вот хороший чай, вот я его сжимаю, он не крошится. Некачественный чай, они обычно сразу превращаются в труху. Ну и, как я говорила выше, это еще количество завариваний. Некачественный чай, ну, он заварится один раз, два, три, максимум четыре. После этого он все равно уже выдыхается, там уже нет этого вкуса и аромата. Качественный настоящий чай поддерживает минимум пять завариваний. А обычно это где-то семь, десять. То есть вы завариваете снова, снова, снова и продолжаете наслаждаться вкусом, ароматом напитка. И более того, от одного заваривания к другому чай постепенно раскрывается. Он дает какие-то новые грани, новые оттенки, вкусы и аромата. Вот так вот он отличается. А, и еще, кстати, один из таких явных звоночков, как отличить некачественный чай, это его название. Вот эти всякие, знаете, красивые такие литературные, там, не знаю, секрет императрицы, мечта любовника, ночные грезы. Как правило, вот эти все названия говорят о том, что перед вами какая-нибудь там не очень качественная смесь, в которую, скорее всего, еще ароматизаторов вбухнули побольше, чтобы все это вкусно пахло для вас. И к настоящему чаю это не имеет никакого отношения. Китайские чаи, они называются так, что там иной раз просто язык сломаешь. Я вот тебе даже, для примера, парочку выписала название сейчас. Знаете, вот, например, какой-нибудь Хуачжу Лян Ци Дашу Шэн Ча, или Чачжоу Лао Шуй Сянь. Просто мечта логопеда. Поэтому, если вы боитесь нарваться на поделку и хочется купить, ну, действительно, настоящий китайский чай, зайдите на сайт компании мойчай.ру. Во-первых, я посмотрела ролики владельца компании Сергея, вот, как он лично из года в год ездит в Китай, знает, где какой чай выращивает, сам лично общается с производителями. То есть, он не где-то там у перекупщиков покупает непонятно что, а он прям приезжает на место, пробует чай, и он уже точно знает, что он продает. Да, в принципе, даже по Сергею видно, что он занимается этим с душой, с огромной любовью к своему делу. И вот чем мне еще их сайт понравился, вот там нет такого, как это обычно бывает, когда вот заходишь на сайт, а там вы, главное, у нас купите товар. Вот вам какие-нибудь там общие рекомендации, ну, как-нибудь разберетесь, методом тыка, если получится. Здесь заходишь на сайт, открываешь любой сорт, тебе сразу показывают популярность этого чая, возможность выбрать, сколько грамм вы хотите заказать, какие будут вкусы у чая, какие ароматы. Подробно расписывают, как правильно заваривать, причем именно конкретно этот сорт. Может быть, даже будет какой-то видеоролик о чае, есть отзывы тех, кто уже пробовал. То есть, ты не какого-то там кота в мешке покупаешь, а прям точно понимаешь, что это будет за чай и чего от него ожидать. Вот честно, настолько скрупулезной работы над сайтом я еще ни у кого не встречала. Кроме того, у них есть специальные наборы для знакомства с чаем. Мне вот как раз два таких и прислали. Набор различных сортов чая Улун и набор Пуэра. Все они расфасованы в пакетики по 20-30 грамм. Учитывая, что обычно на одного-двух человек используют около 5 грамм чая, то пакетики тоже получаются такие неодноразовые. Это как раз сделано для того, чтобы попробовать много сортов, выделить для себя наиболее понравившиеся и потом уже точно знать, что бы хотелось купить отдельно. В общем, компания очень хорошая. У меня аж душа радуется, что я о них рассказываю, потому что редко встретишь вот таких вот настоящих фанатов своего дела. Ссылку на их сайт я оставлю в описании под видео. Обязательно зайдите. У них, во-первых, есть доставка по России. Во-вторых, в некоторых городах у них есть отдельно магазины. И у них есть еще чайный клуб, куда можно прийти, попробовать чай, поучаствовать в чайной церемонии. В общем, вся эта информация у них есть на сайте. Мы уже сейчас с вами выяснили, чем обычный чай супермаркета отличается от настоящего китайского. Какие есть сорта, как его правильно выбирать, какая у него польза имеется. Осталось только узнать, как его правильно заваривать. И для начала нужно сказать, что сильнее всего при заваривании на вкус чая влияют две вещи. Первое, это хороший чай, собственно, а второе, это вода. Конечно, сейчас можно сказать, а как же, например, там посуда для заваривания, разве она не важна? Да, по сути, важна, но не так сильно. То есть, если чай хороший, его можно даже в кружке заварить, он все равно будет вкусный. Технология заваривания тоже, по идее, да, важна. Но даже если вы в этой технологии накосячите, все равно сильно на вкус чая это не повлияет. Он все равно будет вкусный. А вот плохая вода может убить даже очень хороший чай. Поэтому вода из-под крана точно нет. Фильтрованная вода, ну, конечно, смотря какой фильтр. Но вообще считается, что все равно фильтрованная вода, она так или иначе оставляет этот вот привкус, запах металла и хлорки. И для заваривания китайских чаев используют бутылированную воду. Ну и второй важный момент, то что заваривание чая, это такая все-таки штука тонкая. Потому что вот каждый сорт заваривает по-своему, с какими-то своими нюансами. Там зависит и от чайного листа, и от объема чайника, и сколько людей будет этот чай пить. И вот чтобы сейчас у вас не отбить все желание знакомиться с китайскими чаями, я вам дам такой очень усредненный рецепт, как заварить любой сорт чая, чтобы он при этом был вкусный. Принцип очень простой. На 1 литр воды берем 5 грамм чая. Причем эти 5 грамм нужно отмерять кухонными весами. То есть там измерять чайными ложками или столовыми не получится. Потому что каждый сорт чая, он разный по объему. Там какой-то вот он более сжатый, скрученный, какой-то более пушистый. Поэтому отмеряем 5 грамм чая и берем литр воды бутылированной. А дальше нам нужно понять, сколько раз мы сможем заварить наш чай. Ну, то есть помните, я говорила, что хороший китайский чай, его нужно заваривать многократно. Что нам надо? Мы берем литр нашей воды и делим на объем посуды, в которой будем заваривать. То есть, допустим, у вас какой-нибудь большой чайник, вот он у меня на 900 миллилитров. Соответственно, в нем я смогу заварить чай один раз. То есть заварить так, чтобы его не нужно было там потом ни дополнительно разбавлять, ни когда концентрировать. То есть мы его заварили и вот в таком виде будем пить из чайника. Вот такой большой чайник один раз. Соответственно, если у вас чайничек поменьше, допустим, 500 миллилитров, в нем уже получится заварить 2 раза. Ну и так далее. То есть там еще меньше, если чайник 300 миллилитров, допустим, 3 раза. Еще меньше, 180 миллилитров, уже 5 раз. Ну и так далее. Но я думаю, принцип понятен. После чего мы определяемся с температурой воды, которой будем заваривать чай. Опять же, точная температура зависит от каждого конкретного сорта чая. Я сейчас просто показываю вам усредненно. Все, воду мы нагрели, с объемом чайника мы определились. И вот от этого самого объема мы уже и будем плясать в плане заваривания чая. Потому что способов заваривания огромное количество. Есть и русские, и английские, и общеевропейские. Есть масса различной посуды, в которой заваривают чай. Она такая специфическая, необычная. Тоже диктует свои методы заваривания. И вот что вам просто сейчас сильно всем этим голову не забивать, я вам расскажу два таких основных, наиболее популярных способа, которые вы сможете легко применить у себя дома, даже без какой-то специальной посуды и прочих прибамбасов. Есть китайский метод пролива. Для него нужна посуда маленького объема. Обычно используют чайник или какие-то аналогичные приспособления объемом 120-140 миллилитров. Но в целом сюда относится любая посуда до 300 миллилитров. Принцип этого метода в том, что чай заваривается быстро и вода как бы проливается через него. И есть европейский метод настаивания. Он подходит для посуды объемом больше 300 миллилитров. И как вы понимаете из названия, чай при этом методе настаивается. Ну то есть понятно, если у вас посуда объемом меньше 300 миллилитров, лучше использовать китайский метод пролива. А если посуда объемом больше 300 миллилитров, то лучше подойдет европейский метод настаивания. Сейчас я оба метода покажу. Начнем с более привычного для нас метода заваривания, с европейского. Я буду использовать френч-пресс, либо подойдет обычный большой чайник заварочный. И в нем я буду заваривать шу-пуэр. Ну это который темный. Собственно, что мы делаем? Чайник мы обдаем горячей водой, чтобы он прогрелся. Выливаем обратно эту воду. И теперь уже сюда засыпаем чай. Заливаем ее водой к нужной температуре. И оставляем чай настаиваться. Так вот френч-прессом его давить не надо. Лучше как раз сохранить целость чайных листьев. И определяем очень просто. Сейчас вот у нас чайные листья плавают у поверхности. Как только они опустятся на дно, значит чай заварился. По русской традиции мы обычно завариваем более такой концентрированный настой. Потом уже разливаем его по чашкам и разбавляем горячей водой. Китайский чай заваривается сразу. Из расчета, что мы не будем потом это как-то разбавлять. Поэтому настаивать сильно долго его не надо. Где-то 3-5 минут. Чай он не должен горчить. Как раз таки, если чувствуется горечь, значит либо слишком много заварки положили, либо он слишком долго у вас настаивался. И заваренный чай он пьется сразу. Не нужно ждать, пока он остынет. И тем более его потом как-то еще повторно разогревать. В Китае даже есть такая пословица, что если чай остыл, ну все, выкинь его. То есть нельзя, например, заварить чай с вечера, а потом с утра, например, его разогреть там или как-то кипяточку подлить и выпить. Такой чай, он просто очень сильно ухудшит свой вкус и аромат, и вообще потеряет все свои полезные свойства. И вот если у вас чайник не такой большой, допустим, например, на 500 мл, то есть будет 2 заваривания, то тогда вы ждете уже там не 5 минут, пока он заварится, а, допустим, первый раз залили, подождали минутки 2, чтобы настоялся. Вылили, выпили, снова залили кипятком, подождали где-то потом второй раз, ну еще минутки 3-4. Ну и в принципе все, у меня практически все чаинки опустились, чай заварился, можно пробовать. И вот прежде чем пить, понюхайте сам аромат чая, чем он пахнет. И вот, например, компания Мой чай, они даже на пакетиках пишут, что ожидать от чая. Вот у меня сорт Ицзи Шу Ча 2014 года, это Шу Пуэр высыпной. То здесь написано, что букет готового чая зрелый, теплый, орехово-древесный, с нотками пряных трав и сухих ягод. Аромат спокойный, низкий, орехово-древесный. Вкус плотный, сочный, вархатистый, чуть пряный, с легкой древесной терпкостью, ягодной кислинкой и нюансами специй. Приятное, мягкое послевкусие. И вот сейчас я, конечно, немножечко неправильно делаю то, что у меня чай, по сути, я, конечно, прессом нажала, но он все равно внизу продолжает настаиваться. Как только чай у вас настоялся, его нужно все-таки перелить в какую-то другую посуду, чтобы чай не смешивался с этой водой горячей и не продолжал завариваться. Так что, пожалуй, я сейчас просто какой-то отдельный чайничек вот сюда перелью. И все. И вот я сейчас его пью, и действительно, здесь не нужны какие-то подсластители, здесь нету горечи, он вкусный сам по себе. Здесь чувствуются действительно эти вот древесные какие-то ореховые нотки. И с каждым глотком, я знаю, как-то все больше и больше проникаю с этим вкусом. Ну, очень интересный чай. Ну, и, пожалуй, у этого метода есть вот единственный недостаток, то, что чай заваривается, по сути, один, два, ну, три раза. И чай за это время, он не успевает раскрыть полностью весь свой букет ароматов и вкусов. Поэтому, конечно, настоящие ценители чая, они предпочитают китайский метод пролива. Для этого метода, как я уже говорила, используется посуда маленьких объемов. Обычно берется специальная доска с отверстиями, в которые можно сливать воду. Маленький глиняный чайничек или вот такая вот гайвань. Берут специальный сосуд, чахай, куда переливают воду из чайника, прежде чем разливать папиалом. А есть еще и специальные чаши для этих самых листьев чая, щипчики, чтобы удобнее было накладывать чай. Многие используют чайные фигурки. Воду наливают не из чайника, а из термоса, чтобы сохранить температуру. В общем, эстетика и церемониальность по полной программе. Ну, естественно, когда вы покупаете китайский чай первый раз, ну, вряд ли вы будете приобретать всю эту посуду-атрибутику. Я вот такая же. У меня этого ничего нет, но я в интернете подсмотрела метод, как можно заваривать чай китайским методом, используя только чашки и блюдца. Причем даже если у вас нету чашки и блюдца, вполне подойдет обычная кружка и тарелка. Так вот это все накрывается. И вот эта конструкция напоминает гайвань. Да, конечно, не так эстетично, не так красиво и изящно. Но, знаете, когда это у вас первый раз, вы еще даже понятия не имеете, втянетесь вы в эти чаи или так просто на один раз побаловаться. Вполне себе рабочий метод. Сейчас покажу, как он действует. Заваривать я буду улун. Нам понадобятся две чашки. Первая у нас, как я говорила, будет вместо гайвани. Мы ее обдаем горячей водой, чтобы ее прогреть. Потом эту же горячую воду переливаем во вторую чашку. Она у нас будет, как промежуточный сосуд чихай. Тоже сюда налили, чтобы ее прогреть. Отсюда мы эту воду переливаем в пиалу, из которой уже будем пить чай. Лучше брать маленькую пиалу, чтобы чай не успевал там остыть. Тоже налили. Ну и, соответственно, потом это все куда-то вылили. Теперь в первую чашку, которая вместо гайвани, мы засыпаем сам чай. Заливаем водой. Причем заливать не обязательно полностью. Просто, чтобы вода покрывала листья. Накрыли блюдцем. И прям буквально дождали одну-две секунды. Сразу переливаем во вторую чашку. Первый настой, он не пьется. Он сразу сливается. Делается для того, чтобы промыть чайные листья от всякой пыли. Мы это все слили. Причем воду полностью слили. Потому что вода внутри не должна оставаться. Иначе чай будет дальше продолжать завариваться. То есть, все, воды здесь у нас нет. Теперь вот эту воду мы опять же пилили в пиалу. Тоже, чтобы насыдить ее, грубо говоря, этими ароматами и всем прочим. И вылили. Как я уже сказала, первое заваривание, оно не пьется. Затем снова наливаем воду. Уже теперь полностью накрываем блюдцем и оставляем настаиваться. Естественно, настаиваем исходя из сорта. Ну, сейчас просто усредненно скажу, что вот второй раз мы когда сейчас налили, мы даем настояться где-то секунд 20. Потом, когда мы будем наливать уже третий раз, ну, прибавляем примерно секунд по 10. То есть, третий раз где-то 30 секунд, четвертый 40, пятый 50, ну и последнюю уже минуту. 20 секунд у нас прошло. Опять же, переливаем все это в среднюю чашу, которая называется, она еще по-другому, чаша справедливости. Переливается для того, чтобы, во-первых, как я уже сказала, чтобы чай в воде там не настаивался. А во-вторых, когда много участников чайной церемонии, когда много людей пьет чай, чтобы им доставался равномерный настой. Чтобы не было такого, что кто-то пьет там с самого верха, где он послабее, а кто-то с самого низа, где он более насыщенный и терпкий. Все, мы отсюда всю воду опять же вылили, все у нас пустенько. И теперь вот уже второй настой можем спокойно пить. И вообще принцип китайского чаепития, он заключается в том, что налил, отпей, отпил, долей. Ну, то есть ты пьешь потихонечку, дальше продолжаешь заваривать. Главное, чтобы чай не остывал. Тоже понесли, понюхали, как он пахнет. А пахнет он очень приятно, прям сильно отличается от шу-пуэра. Он такой более легкий, он действительно такой более цветочный. Он такой вкусный, он такой запах вкусный, ребята, вы не представляете. Сейчас я просто даже вам зачитаю, как это все у них написано на упаковке. Это сорт Тигуань-Инь, южно-фудзианский улун. Букет готового чая свежий, травянисто-цветочный, с фруктовыми нотками. Аромат интенсивный, нежный, травянисто-цветочный. Вкус тонкий, сочный и сладкий, маслянистый. С легкой фруктовой кислинкой и долгим запоминающимся послевкусием. Красиво случилось, согласитесь. Все, пока полностью не остыл, пробуем. Действительно, травянистость, цветочность вообще чувствуется просто сразу. И обязательно выпили чай и понюхали пиалу, потому что на дне пиалы остаются эфирные масла от чая, и они тоже дают свой аромат. Они по-своему тоже раскрывают чай. Вот, кстати, сейчас я нюхаю, здесь я уже чувствую какие-то более фруктовые нотки. Все, чай выпили, снова заливаем. Как я уже сказала, сейчас третий раз это уже получается. Будем ждать уже не 20, а 30 секунд, чтобы это все заварилось. Но, еще раз, это все очень усредненно условно, это все равно все зависит от сорта. И вот, опять же, в описании под видео я вам оставлю ссылку на ролик Сергея, где он показывает, как правильно заваривать чай. Вот именно как раз традиционным китайским методом пролива. Не вот так вот, как я на коленке с блюдцами, с чашками, а в нормальной красивой посуде. Как это все должно быть? Полностью, опять же, слили. Вот, смотрите, вот был какой-то он маленький, да? Помните, я сейчас показывала там такими шариками, посмотрите просто, как раскрылся чайный лист. Как он набух, он просто занимает уже практически всю чашку. Поэтому, еще раз говорю, я оставлю ссылку на ролик, как это все правильно заваривается. В красивой посуде, так все церемониально, так эстетично. Потому что, если вы тоже, вот понравятся вам эти китайские чайные, ими проникнетесь. Я думаю, вам захочется тоже потом приобрести все эти чайнички, досочки и прочее, прочее. Вот мне уже очень хочется. А еще мне безумно, конечно, сейчас хочется побывать на настоящей чайной церемонии. Потому что вот даже то, что вот как я это сейчас завариваю, причем я это завариваю, прошу учесть, первый раз. Я просто посмотрела кучу роликов про заваривание китайским методом. И это уже очень вкусный чай, мне безумно он нравится. И я представляю, как это делают настоящие мастера, которые занимаются многие годы этим. Ребят, чай потрясающий. Тем более, знатоки чая, они говорят, что когда начинаешь пить вот именно хороший, настоящий китайский чай, у тебя он, не только он положительно влияет на твое здоровье, но и на твой разум. У тебя начинает меняться вкус, он начинает улучшаться. У тебя появляется запрос на улучшение качества жизни. Тебе уже не хочется чаем запивать тортики. Ты, в принципе, тебя перестает тянуть на какой-то фастфуд, жирную, вредную пищу. Наоборот, организм сам начинает просить какого-то натуральной пищи, здорового образа жизни, осознанности мышления. Вот я, кстати, например, не так давно начала заниматься йогой. Ну и плюс ко всему я уже несколько лет практикую осознанное мышление. И вот для меня, например, как раз китайский чай – это как такой еще один компонент вот этой вот гармоничной жизни. Поэтому, ребята, если тоже, если, например, занимаетесь йогой или какими-то восточными единоборствами, может быть, медитируете, увлекаетесь индийскими танцами, ароматерапией, просто любите, не знаю, быть на природе, гулять. Просто хочется какой-то вот душевного равновесия, гармонии с собой, с миром. Обязательно попробуйте китайский чай. Настоящий, качественно, хороший. Мне кажется, вам понравится. У меня на этом все. Обязательно поставьте лайк, если ролик был полезен. По крайней мере, я искренне пыталась сделать его таковым. И, ребята, всего вам самого замечательного, хорошего вам настроения и пока! Что? О! Кизю! Сидела-сидела на полу, слушала меня, прощает такая. Мать, возьми на ручки. Чего-то мне грустно стало. Да? Ну? Нет, все? Ну все, посидели и хватит. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok